Вот такого вы точно не ожидали увидеть. Всем привет, друзья! С вами Светлана Азаровская из заснеженного Витязева. Не думайте, что я очень счастлива этому событию, но это что-то новенькое и в диковинку. Мы сегодня прогуляемся по пляжу Жемчужина России. Тут вообще сугробы, сугробы. Намело просто космически. Ночью еще казалось, что будто бы снега и нет, а вот уже в первой половине этого дня, а сегодня у нас, между прочим, 8 февраля. Вы знаете, что приближается День всех влюбленных, День защитника Отечества. И в такую прекрасную погоду, она действительно прекрасная, потому что, несмотря на то, что солнца почти нет, все равно все светлое. Смотрите, туда даже пытались проехать машины. У нас, кстати, сегодня День жестянщика в Анапе. Я тут, честно, думала, что в этом году уже точно никому не придется перебываться на зимнюю резину, но, однако, беру свои слова обратно. Мой конь стоит, ждет оттепеля, когда у нас все это растает, будет плюсовая температура, и только-только тогда я смогу на ней ездить. Я не буду перебываться на пару дней с летней на зимнюю. Думаю, что меня спасут от этого маршрутки или на крайняк резина мужа, его машина. Слушайте, а вы узнаете это место? Это у нас дача Даль-Сол. Летом, конечно, здесь невероятно. Вы смотрите, тут даже пытался лед трескаться. Ух ты, какая красота! Такое я вижу впервые. То есть она, мало того, что за ночь успела коркой льда схватиться. Было, кстати, минус 3, минус 4, поэтому неудивительно. И еще, к тому же, еще и накапал сверху снег. Ну, это все, на самом деле, для Витязева крайне невероятно, крайне удивительно. И вообще, Юра мне говорил сегодня, не выходи, пожалеешь. Я пожалела только, когда шла по верху. Вот, кстати, там прям то ли ветер был в другую сторону, то ли, я не знаю, что, как это объяснить, но там я прям вообще хотела развернуться. Пока до Креста до этого дошла, до Витязовского, я уже думала, все, я больше никуда не пойду. Но, раз я уже сделала 2 трети пути, то почему бы не сделать оставшуюся 1 треть? Тем более, что для здоровья полезно прогулки по свежему воздуху. Снег у нас не так часто бывает, я бы сказала, это прям реально в этом году какое-то исключение. Не было раньше снега. Вот прям вот такого не было вообще за эти 3 года, что я здесь живу. Но это, получается, третья зима. Трех лет еще нет, но вот зима точно третья. Посмотрите, машины на свой страх и риск едут. Я вам говорю, 99% на летней резине. Никто не перебывался, а зачем оно было до сегодняшнего дня, когда плюсовая была температура. Заморозков толком не было. Там максимум до минус 1, но днем плюс 5 стабильно было. И тут раз, такая вот красота. Я думаю, кстати, кто летом здесь прогуливался, наверное, будут в шоке. Напоминаю для тех, кто случайно забыл и не может вспомнить это место. Это у нас проход к пляжу Жемчужина России. И вот, собственно, питьевой бювет Жемчужины России. Расскажите, вкусная там водичка или не очень, потому что в Анапе мне, честно, водичка не нравится. Но, может быть, здесь по-другому все. Кстати, вот она маршрутка поехала. Для тех, кто переживает, доедут они до города или из города. В принципе, в принципе, доедете. Не уверена, что у них есть зимняя резина, но едут во всяком случае. А вот и эвакуатор приехал на помощь тому, кто не может уехать, видимо. А нет, там машина попала в аварию. Не хочется о плохом, давайте о хорошем. Напишите в комментариях, пожалуйста, есть ли у вас снег. Есть ли у вас такой же липкий, клевый снег для лепки снеговиков и снежных баб. Напишите, катались ли вы в этом году на лыжах. Вообще, умеете ли вы кататься на лыжах? Потому что Юра успел и научиться, и покататься со склона горы в Сочи. То есть, представляете, это вот у нас низина, мы возле моря живем. А мы были где-то на высоте 1300 метров над уровнем моря. То есть, мы были выше в горах, практически километр в гору. Представьте, как это высоко. То есть, кажется, что 1000 метров это не так уж и много, но это же высоту. И представьте, там на тот момент был снег. И что, представляете себе, там творится сейчас? Если снег даже вот уже до Анапы дошел, до Витязева, я вам серьезно говорю, он у нас с ней в принципе так не падает. Он если у нас падает, то люди бегут там, фотографируют, как он падает. Потому что обычно он сразу же тает. Еще даже иногда и не достигая земли. А тут, посмотрите, какая красота. Ну, просто реально зимняя сказка. Пытаюсь говорить на позитиве, потому что, честно говоря, я весенний, теплый, летний, солнечный, зеленый человек. И поэтому видеть такую погоду, с одной стороны, необычно и красиво, а с другой стороны, ну, не мое это все. Напишите в комментариях, кто-нибудь так же, как я, сильно любит весну. Потому что я, честно, человек весны. Как только у нас появляется травка, новая, свежая, я имею в виду зелененькая, вместе с первыми лучами, именно весеннего солнца, моя душа радуется. И я живу этими эмоциями, проживаю их каждый год с новой силой. И поэтому весна – это время пробуждения, в том числе и мое моральное. Пишите, если так же любите весну. Ну, а если есть те, кто любит зиму, тоже пишите, не оставайтесь в стороне. Тем более, что, может быть, вот эта вот красота для кого-то самая лучшая и самое любимое время года. Не все же такие мерзляки, как я. Поэтому все может быть. Друзья, сейчас мы в нашем любимом формате пролетим просто по этой дорожке до самого моря. И посмотрим, как преобразились наши пляжи. Я думаю, что вы будете рады. И это специальная фишечка для тех, кто скучал по таким ускоренным видеосюжетам. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Вы знаете, что я вам скажу? Я вообще море увидела только практически подойдя к нему. А вам оно, наверное, еще даже не видно. Я назад, походу, так же пойду, потому что я просто не пойму, где там сворачивать на улицу светлую. Скорее всего. Так же от жемчужины России я и пойду обратно. А вот, кстати, таблетка, она почти не видна. Заснеженная таблеточка. Там можно еле-еле разглядеть силуэты. И с этой стороны, и с той. Смотрите, я не одна. Какое все белое вокруг! Вы только посмотрите! Я такого вообще не помню. А интересно, повторится оно года через два, через три? Как думаете? О! Наконец-то! Я выбралась к морю в самую подходящую для него погоду. Я не была на море, можно сказать, практически эту неделю, как приехали с путешествия в Сочи. Я до сих пор не была на море. Вот только-только пришла. Как все интересно выглядит. Просто вау! Друзья, вы когда-нибудь лепили снеговикам на море? Да, звучит очень странно. Снеговик на море. Я тоже никогда не лепила. И у нас есть такая поговорка, да, вот все странные идеи, которые кажутся невыполнимыми, невообразимыми, их нужно исполнять. И вот сейчас я вам предлагаю вместе со мной, раз уж мы выбрались на море, раз уж мы увидели, наконец-то, черноморский снег, предлагаю вам вместе со мной слепить снеговика. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Только это получился не снеговик. Придумайте сами ему название. В общем, он не лепится, этот снег, но я старалась. а поэтому пишите комментарии. А с вами была Светлана с Черного моря, с заснеженного Витязева, и с вот такой красоты. Аж глаза замело от счастья и улыбки. Смотрите, какая красота! А вот и спасительная техника для людей поехала, только, наверное, она будет все-таки жемчужную счищать. Рано я радовалась, вы видите. Только я думала, что будет улицу счищать, но нет. Вот такая вот красота была сейчас напротив меня, а мы двигаемся обратно. Ну и чтобы вам еще немножко задержать внимание, давайте в таймлапсе это сделаем. Пролетим до нашего любимого акламарина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Вот и все. Вскрылось солнце, сразу ушло до строения. А мы тем временем дошли. Я попытаюсь сейчас откопать свою машину, чтобы потом было меньше проблем. А с вами была Светлана. Пишите комментарии, понравилось ли вам зимнее Витязево, показалось ли вам это необычным. До новых встреч. Люблю, целую. Спасибо. Спасибо. Спасибо.